Наш гость Михаил Подоляк, советник главы Офиса Президента Украины. Здравствуйте. Здравствуйте. Да, добрый день. Добрый. Путин поручил Шойгу вести режим прекращения огня на Рождество. Вот цитата. Учитывая обращение святейшего патриарха Кирилла, поручая министру обороны РФ, вести с 12.006 января по 0 часов 7 режим прекращения огня по всей линии боевого соприкосновения сторон в Украине, сообщили при службе Кремля. Каков ответ Украины на это, так сказать, рождественское перемирие? Во-первых, нет никакого перемирия. Россия вот только что буквально закончилась воздушная тревога в Киеве. И, соответственно, идут обстрелы нашей территории. Они продолжаются. В частности, сегодня были удары по Херсону, в том числе. Там погибли люди, мирные граждане и представители ДСНС нашего и так далее. Смотрите, Россия это страна лжи. Вот просто страна лжи. Давайте это зафиксируем и будем понимать. У нас 10,5 месяцев идет война. Война, полноценная война. За это время Российская Федерация ни разу не хотела продемонстрировать понимание той реальности, в которой она сегодня находится. А понимание этой реальности, оно очень простое. Вы зашли на чужую территорию, ведете геноцидного типа войну, в том числе с мирными гражданами. Вы нарушаете международное право и, в принципе, закончите эту войну проще простого. Я имею в виду для Российской Федерации. Понятно, что потом будут определенные процедуры. Вы, выведя свои войска с территории чужой страны в полном объеме, включая Крым и Донецкую область. Поэтому, конечно же, можем еще посмотреть дальше. В ночь на 24-25-го у нас не происходило никаких событий. Никто не обстреливал нашу территорию. В 25-го, например, в том же Херсоне 10 человек погибло. То есть в этот момент не хотелось объявить перемирие. А в ночь с 31-го на 1-е никто не хотел объявить перемирие. Особо цинично, начиная с вечера, особо цинично до утра следующего дня и 1 января тоже. То есть не хотелось объявить перемирие. Да они-то, в общем-то, и на Пасху не хотели объявить перемирие, помните? Конечно. То есть эти субъекты, в принципе, не хотят никогда адекватно оценивать окружающий мир и делать определенные выводы. А тут они решили, вот именно сегодня и завтра, решили поиграть в такую игру все вокруг идиоты, которые не понимают истинного содержания предложений. А истинное содержание предложений Российской Федерации следующее. Для них есть две составляющие очень важные. Две компоненты в этой войне, вот на данном этапе войны, которые они хотят реализовать. Первый компонент — это немытьем так катанем. Я, кстати, говорю сейчас в рамках российской лексики, которую они не совсем понимают. Так вот, немытьем так катанем как-то понизить интенсивность на некоторое время войны. Еще раз подчеркиваю, не только на полтора дня перемирия, но и за счет этого перемирия выйти в определенное снижение интенсивности войны как таковой. Как они растягивались с 2014 года, начиная. То есть вот это заболтать саму войну как таковую. В это время провести дополнительную мобилизацию. В это время провести дополнительный тренинг мобилизованных. В это время дожать тот же Иран или дожать другие страны, чтобы добрать где-то оружие. Ну, имеется в виду, прежде всего, расходных материалов, снарядов, ракет и так далее. И через какое-то время провести апгрейд своей армии. И через каких-то там полтора, два, три месяца продолжить уже следующий этап войны, внеся в коррективы в собственную тактику. Ну и кроме того, понимаете, ведь за это время мы тоже не будем продвигаться вперед, потому что интенсивность снизилась. И таким образом на временно оккупированных территориях они смогут создать более весомые укрепрайоны. Ну, то есть, грубо говоря, нарыть окопов, построить блиндажи и так далее. Вот скажите, пожалуйста, нам это точно надо? То есть мы точно хотим втянуться в более кровопролитные события через полтора месяца? То есть мы хотим дать России возможность все-таки внести коллективы в свою военную тактику и стратегию? Конечно же, нет. Ну и вторая составляющая. Знаете, вот субъект Путин, он же реально нелеп. В том, что он не понимает, как мир уже смотрит на него, на Российскую Федерацию, на эту войну. И он думает, ну мы сыграем в игру, которую играли с 2014 года, объявим какое-то перемирие, на самом деле продолжим атаковать территорию. Но будем говорить, что у нас перемирие, внимательно. И потом, если Украина нанесет удар как по Макеевке, по Макеевке, помните, да, буквально, очень внятный, хорошо структурированный удар, когда погибло более 600 человек, я имею в виду, российских военнослужащих, мобилизованных. И, соответственно, Россия будет всему миру говорить, смотрите, но мы ведь не кровожадные, мы ведь, смотрите, мы же не воюем, мы же не стреляем уже, а Украина стреляет. То есть и таким образом они хотят немножко дегуманизировать Украину и в то же время сказать, что Россия, это после 10 с половиной месяцев войны, что Россия, в принципе, ведет войну по правилам. То есть как бы очень дивное представление. И, кстати, вчера, а теперь я перейду к ответу на ваш вопрос, вчера мы очень четко расставили акцент. Россия, до свидания. То есть у нас нету никакого с вами перемирия до момента вывода ваших войск в нашей территории и начала переговорного процесса по репарациям и выдаче военных преступников. Это важный аспект. То есть до свидания. Мы с вами будем определять, как быстро мы будем освобождать свою территорию и что мы с вами будем делать. И, безусловно, шестое, седьмое, это вы можете у себя на внутреннем рынке рассказывать, какие вы пацифисты и какие вы любители веры в Бога. Потому что, в принципе, страна, которая ведет геноцидного типа войну, которая убивает детей массово, которая массово бомбит мирные города, она, безусловно, к церкви как таковой отношения никакого не имеет. Это первое. Второе. Для России было крайне неожиданно, что точно такую же позицию абсолютного неверия в искренность, вернее, в побуждение Российской Федерации выражают и наши союзники, включая Соединенные Штаты. Они точно так же четко заявили. Смотрите, никакого перемирия фиктивного быть не должно. Никакого лицемерия быть не должно. Войска вывели, тогда можно будет о чем-то говорить. Все остальное – это попытка получить вот эту оперативную паузу для того, чтобы немножко как-то там доработать свою стратегию. Но даже Германия, которая клеблется постоянно в решении каких-то вопросов, однозначно заявила, вот Анна-Лена Бербак заявила, да, о том, что понятно, для чего это делается. Для того, чтобы получить передышку и дальше снова атаковать. Супер. Только я вам скажу, что Германия уже не колеблется. Германия выбрала... Уже, да, уже нет. ...позицию очень четкую. Тут мы должны быть объективными, очень структурировано. Смотрите, Германия быстрее всех избавилась от тотальной энергетической зависимости от Российской Федерации. То есть Германия – страна, которая долгое время проталкивала концепцию важности России как сырьевого партнера Европы, сегодня имеет 0% отношений с Россией по газу, 0% по нефти и 0% по углю. То есть Германия избавилась от какой бы то ни было сырьевой зависимости от России. Это очень важно. Потому что один из ключевых элементов этой войны, параллельной войны, скажем так, в Европе – это была попытка шантажировать за счет вот этого ресурсного потенциала Российской Федерации. Это первое. И второе. Германия абсолютно точно идет на передачу нам той или иной военной техники, увеличивая номенклатуру и переходя к ключевым элементам этой номенклатуры. Смотрите, Германия уже прямо заявила, что вторую батарею ЗРК «Патриот» передает Украине. То есть это процесс уже только логистических решений и транспортировки. Это очень важно. Это символично. И второе. Германия практически передала передачу нам мардеров наряду с Брэдли, которые передают Соединенные Штаты. И, соответственно, это совершенно другой тип уже бронетехники. Да, это пока бронетранспортеры, это легкая техника, но, тем не менее, она на порядок выше, чем всего, что есть аналогово, что есть у российской армии. Хотя я там, честно говоря, не знаю, что у них есть аналогово. Следующий шаг Германии, поверьте мне, это танки систем Леопарда. И следующий шаг не только Германии, но и других стран – это передача нам ракет определенной дальности, потому что это, по сути, единственный элемент, который действительно нам нужен для окончательного решения исхода этой войны в правильном направлении. То есть и плюс Германия сегодня занимает чрезвычайно внятную, четко структурированную позицию по войне, которую Россия ведет в Украине. Информационно очень жестко расставляет акценты не только госпожа Бербак, но также глава, например, комитета оборонного комитета Бундестага Циммерман, госпожа, точно так же жестко, конкретно говорит, кто есть кто в этой войне и что нужно сделать, чтобы война правильно закончилась. Поэтому мне кажется, что все акценты правильно расставлены. И вот подытаживая тему так называемого фиктивного перемирия, фиктивного, не рождественского, давайте называть правильно, фиктивного перемирия, которое Россия пыталась насадить, то есть пыталась сыграть свою традиционную игру, обмани всех, пока все думают, что они идиоты. И, соответственно, сегодня Россия шокирована тем, что консолидированная позиция цивилизованного мира очень жесткая. До свидания. Россия должна проиграть. Это ключевой сегодня нарратив, о котором все, в принципе, прямо уже и недвусмысленно заявляют. А ведь какой еще нарратив они хотели заложить? Такой прецедент, вот посмотрите, мир-то возможен, да? Вы правильно ставите акцент, только мир невозможен. В Российской Федерации мир невозможен. Страна, которая пришла к нам реально убивать. Абсолютно цинично. Посмотрите, вот это, вы знаете, я тут хочу правильно зафиксировать в нашем сознании, чтобы вы понимали. Вот ведь люди, когда заходили, вы помните все преступления в Киевской области, сейчас отлично расследованием занимается Генеральная прокуратура, там, естественно, и группы других стран присутствуют. Господин Костин построил эффективную систему вот этого сбора всех доказательств, все, что происходило в Киевской области в полном объеме. Отдельно есть Херсонская, отдельно Харьковская, отдельно будет Запорожская, понятно. Отдельно будет Крым. Безусловно, все эти преступления будут расследованы, будут вынесены соответствующие приговоры массовые, но я сейчас о другом. Вот вы понимаете, почему они это делали? Объясняю очень просто. Они, когда заходили в эту войну, они заходили, заезжали в наши села, они точно понимали, ну, каким объяснили, что, понимаете, мы выиграем войну, вы можете беспредельничать, потому что других мотивов дать людей, почему они должны были заехать, например, в Ирпень в Киевской области, да, и что-то там захватывать. То есть надо же было бы объяснять, смотрите, там есть какая-то защита дома, защита семьи, ну, вот мотивация для армии же важна мотивация, да. Так вот этим людям, которые заходили в наши села в начале, в феврале, в начале войны, им дали одну мотивацию. Им дали мотивацию беспредельничать. Насилуйте, убивайте, расчленяйте. Все, что хотите, делайте, наказания не будет. Наслаждайтесь беспределом. Почему это таким бурным светом расцвело, и почему все вначале аплодировали? Потому что это была сущность этой армии. Насилие как концепция подавления, да. Вот они зашли и это делали. А сейчас они все ведь осознают, что, так подождите, мы же не выехаем. И, соответственно, ответственность будет. И юридическая, а я вам прямо скажу, и физическая за все эти беспредельные действия в Украине. И русские это понимают. И они в безусловной панике уже находятся. Это очень важно понимать, на каком этапе войны мы находимся. И поэтому здесь появляются вот эти концепции. А давайте говорить о мире. Давайте как-то зафиксируем. Это главное. Сейчас Россия продает не просто какое-то фиктивное перемирие. И вы правильно сказали. Она продает, что мир возможен. Но мир, когда ни одна страна не проиграла и не выиграла. То есть Россия хочет не проиграть. И она истерически ищет любые инструменты, которые позволят ей не проиграть. Это может быть вот эти фиктивные перемирия. Это может быть попытка втянуть нас опять же в какой-то фиктивный переговорный процесс. Это может быть попытка. Мы вам отдадим здесь чуть-чуть территорию, но давайте зафиксируем какую-то линию разделения. Мы давайте сделаем так, чтобы мы не проиграли. Главная задача России, если не войной, так хотя бы вот этими лживыми предложениями зафиксировать свой непроигрыш в этой войне. Потому что они прекрасно понимают, если Украина дойдет до конца, то что, собственно, есть консенсусом нашим, общественным консенсусом, мы в любом случае теперь дойдем до конца, то, соответственно, будет и физическая, и юридическая ответственность в полном объеме. И никто из них не спрячется за чем-то. Поэтому они ищут любые возможности как-то зафиксировать хотя бы что-то. Или, если не получится зафиксировать какой-то там фиктивный мир, я хочу, чтобы мы всегда правильно давали определение тому, что предлагает Россия, фейковый мир, то тогда хотя бы получить затяжную войну. 14-й год. Повторить 14-й год и затянуть еще на какое-то время эту войну, только уже в других форматах. И так далее. То есть вот что сегодня делает Российская Федерация. На мой взгляд, президент Зеленский очень четко фиксирует все эти моменты. Очень четко фиксирует и в публичном пространстве, что говорят заявления наших партнеров. Я вернусь к этому, что Украина должна выиграть. Украина получит всю необходимую поддержку, в том числе включая теми или иными видами и номенклатурой оружия. И вы это видите в полном объеме. И, безусловно, Россия должна будет находиться в рамках специальных юридических процедур в трибуналах. Вот ключевые позиции. Вы уже упомянули о том, что происходило в феврале, начале марта в Киевской области. И вот журналисты американского издания New York Times опубликовали расследование о сексуальном насилии против мирных украинских жителей на деоккупированных территориях со стороны российских солдат. И вот в частности есть доказательства того, что российские командиры знали об изнасилованиях и даже их поощряли. И такой был ужасающий факт в одном из сел Киевской области. Уже после того, как психологи там поработали, оказалось, что каждая девятая женщина подвергалась насилию. Это абсолютно страшная война. Потому что Россия пришла не захватывать территорию. Мы об этом мало говорим. Мы должны больше говорить. Но я думаю, что это все будет получать и юридические соответствующие оценки. И они пришли нас унизить. Это и есть, я же повторяю, это не просто какое-то абстрактное слово «геноцидный тип войны». Это и есть концепция унижения другой нации, другого государства. То есть ты приходишь, и ты получаешь право насиловать, как они себе дали это право. И таким образом ты доказываешь свое превосходство. Они не могут доказать свою... Россия ведь физически не может доказать свое превосходство в интеллекте, в уровне образованности, в качестве жизни, в технологическом развитии. Собственно, в том, что является сегодня конкурентными преимуществами высокоразвитых цивилизованных государств. Россия может прийти и убить вас, изнасиловать на ваших глазах детей ваших. Может прийти и уничтожить ваш дом, ограбить, отмародерить. Это есть их концепция доминирования. Заходить и резать. Понимаете? Это суть русского мира. Все остальное это антураж, который они скинули. Это очень важный параметр. Они посчитали, что мир их боится. Украину они посчитали слабой страной, которую три дня, ну давайте не три, семь дней, десять дней, две недели. И они полностью размажут по листу истории. Нас не будет как людей способных защищаться. Мы будем потом, как они считали, до конца жизни ходить в робах в их лагерях. Униженные, оскорбленные, изнасилованные. Ну имеется в виду женщины. Вот что они зашли делать. Понимаете? Вот мы должны об этом говорить. Поэтому, когда мне говорят, Россия предлагает что-то, Россия готова говорить, Россия имеет какие-то признаки цивилизации, Россия обсуждает что-то в рамках Совета Безопасности ООН, Россия предложила фейковое перемирие. Для меня это все удивительно. Россия должна проиграть ради одного. Ну я, там много будет факторов, которые потом нам позволят реализоваться в рамках победы Украины. Но Россия должна проиграть, чтобы мы вот этих субъектов, которые все это творили и которые отдавали приказы, включая вот этих оперативно-тактических командиров, да, этого звена, мы должны посадить на скамью, поднять за волосы их ущербные лица, и чтобы они под софитами говорили, и чтобы в их глазах был дикий животный страх, юридической ответственности. Вот важный параметр, потому что только так мы можем мир вернуть в состояние безопасного способа жизни. Потому что иначе каждое, извините меня, подобное существо может зайти в любую другую страну. Неважно, это может быть не Украина, это может быть Грузия, это может быть Молдова, это может быть любая из трех великих стран Балтии, может туда зайти вот это существо, унижать, насиловать и убивать. Потому что ему государство под названием Россия, если оно не будет подвергнуто экзекуции, оно ему даст на это мандат. Мы же с вами не хотим в таком мире жить, когда существа подобного рода, малообразованные, дурнопахнущие, уродливо выглядящие, никогда не принимавшие даже элементарной ванной, будут заходить в наши дома и их грабить, и убивать, и насиловать. Вот концепция финала этой войны. И сейчас, очень важно, сейчас это понимают и европейцы, они перестали подыгрывать России то, что было до войны. Помните, когда в 2014 году они начинали с нами воевать, то потом Европа говорила, ну, наверное, там что-то есть, какие-то между собойцы, между разными частями Украины какие-то гражданские конфликты есть. Россия поддерживает одну из сторон. Сейчас мир понимает, что Россия и есть единственной страной, которая и в 2014 году, и в 2022 году уничтожила. Восстанавливаем связь с Михаилом Подоляком. И вот такие призывы, кстати, не только в 2014 году звучали. Вот помнишь, и в начале войны звучали такие, да, давайте поможем сохранить Путину лицо. В начале полномасштабной войны. Потом их не стало, да. Безусловно, безусловно. Это очень правильно вы говорите о том, что Европа долгое время... Я с большой симпатией отношусь сейчас к Европе, потому что они действительно совершили громадный эволюционный прорыв. То есть они четко понимают, кто есть кто, они четко понимают реальное содержание так называемого русского мира. Да, они еще там не до конца отказались от каких-то культурных программ, они не до конца отказались от какой-то литературной спадщины, наследия какого-то, да, литературного российского. Да, у них еще в театрах идут спектакли по Чехову, условно говоря, и так далее. Да, «Чайка», например, обязательно должна быть в репертуаре каждого европейского театра, особенно в восточной европейской стране, «Чайка». Без этого никуда. Или «Вишневый сад», или «Три сестры». Ну, потому что ж нужно понимать загадочную российскую душу. Но сейчас они все это отставили в сторону. Они постепенно уходят из вот этой концепции «Мы боимся России», «Мы продолжим сотрудничать с Россией», «Мы должны Россию интегрировать в единое европейское пространство, не только культурное, но и политическое, и экономическое». И мы должны с Россией разговаривать. Нет, сейчас все принят для себя простую концепцию. Нет никакого лица у Путина, естественно. У Путина есть физиономия убийцы. У Путина, я имею в виду, как коллективного образа российского гражданина. У них у всех маска убийцы. Вы помните Уэса Крейвена, фильм «Потрясающий крик», тетралогию. Вот там потрясающая маска убийцы. А вот, в принципе, вся Россия сегодня в этой маске убийцы из Крика, из Крима, ходит и демонстрирует свою реальную сущность. И поэтому очень важно, очень, еще раз подчеркиваю, мир сейчас, я имею в виду, цивилизованная часть мира выбрала для себя правильный путь. Да, по нему тяжело идти. Да, мы с большим отрывом идем в авангарде. Да, мы там одиноки. Ну, имеется в виду, потому что мы в одиночке воюем. Но, тем не менее, все страны нам передают технику, передают ресурсы, поддерживают нас максимально идеологически и информационно. Они постепенно блокируют возможности России заниматься лоббизмом в своих странах, заниматься информационной работой, пропагандой. То есть они блокируют вот эти все телеканалы, в том числе англоязычные, франкоязычные, испаноязычные, арабоязычные и так далее. То есть они влияют через других стран. То есть они работают с нейтральными странами, поясняя им, почему Россия опасна в таком виде. Они работают на международных площадках. То есть постепенно увеличивается критицизм по отношению к России даже от тех стран, которые еще вчера были равнодушны по отношению к войне как таковой. Это говорит о глобальном, о тектоническом изменении глобальной политики как таковой. И вот в авангарде всего этого находится и Украина, и президент Зеленский, которые постоянно артикулируют. Абсолютно точно мы не меняем нашу ключевую позицию. Россия должна проиграть. Я прямо так и говорю. То есть вопрос проигрыша, как он будет выглядеть самой России, это вопрос дискуссии. Нас это мало с вами волнует. Потому что наша победа это освобождение всех территорий, освобождение территории до границы 91-го года, включая Крым. Сегодня вы понимаете, что эта тема обсуждается абсолютно нормально. То есть это не ситуация даже в шестимесячной давности, когда слово Крым все равно было табуировано. Когда там все в сторону говорили, давайте только без Крыма говорить. Нет, сейчас все прекрасно понимают. Кстати, Россия сама это понимает. Поэтому вот эти окопы на ЮБК бесконечно, они там уже роют, постепенно начинают, как это, тут так по-домашнему уютно, все больше это как гимн уже становятся российских вот этих гражданских оккупантов, смотрите, военные. Да, да, да. А есть гражданские оккупанты. Я тоже хочу, чтобы мы тут юридически точно расставляли акценты. Смотрите, есть солдаты, комбатанты российской армии, которые заходят нас убивать, умышленно совершать преступления. Они именно так и заходят. Это единственная мотивация, потому что они не ведут войну по обороне своей страны, они не ведут никакую священную войну, они ведут стандартную, стандартную, классическую оккупационную войну, захватническую войну. И они приходят сюда убивать, убивать граждан чужой страны на территории этой страны. Поэтому это четкая юридическая дефиниция, которую нужно зафиксировать. Но есть, кроме вот этих субъектов, есть еще и российские гражданские оккупанты, которые заходят с другой целью обворовать нас, ограбить, отмародерить наши дома, наши квартиры и наши бизнесы. Понимаете? То есть это тоже состав, юридический состав конкретных преступлений. Поэтому в Крыму вот этих гражданских оккупантов очень много. И вот именно им не хочется, как это, по-домашнему, по-теплу уезжать из Крыма. Но у них еще есть какое-то время для того, чтобы уехать. Но по большому счету, было бы неплохо потом всех их точно так же посадить за конкретное совершение преступлений. В данном случае мы говорим о воровстве в особо крупных, с точки зрения того, что они там делали в Крыму. Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба приглашает в Дружковку Донецкой области президента Международного Олимпийского комитета Томаса Баха, ну и других спортивных функционеров, чтобы они увидели последствия атак России для украинских спортсменов. Там я напомню, вследствие удара российских оккупантов разрушена ледовая арена. Как думаете, подействует? А то все пытаются сказать, что спорт вне политики и российских спортсменов, видите, приглашают на международные соревнования. Первое. Спорт и есть политика. Это очень важно понять. Спорт — это презентация страны, презентация концепции страны, презентация идеологии страны, презентация политики страны. Спортсмен — это не нечто абстрактное. Спортсмен и является репрезентантом того, чем страна живет. И если страна живет убийцами, то спортсмен, российский в данном случае или белорусский, репрезентуют именно убийство как концепцию общественного поведения. Это катастрофически для глобального спортивного движения. Это первое. Второе. Безусловно, это не подействует. Почему? Потому что долгое время международный спорт, как таковой, в том числе профессиональный спорт, зависел объемно, зависел от российских денег. Россия умеет делать две вещи на внешнем рынке. Первое — это убивать, неважно кем, через каких-то условно посредников, убивать политических оппонентов, создавать какие-то проблемы политическим партиям, то есть пробовать организовать перевороты. И второе — коррумпировать. И прежде всего Россия очень круто коррумпировала спортивные движения, культурные движения, выступая там и прямым, и теневым спонсором. Безусловно, спортивные федерации, глобальные спортивные федерации делают вид. А что такого? Если российские спортсмены приедут репрезентовать концепцию геноцидного типа поведения государства. Ведь когда приезжают спортсмены из России в биатлон, например, и стреляют по мишеням, он таким образом говорит, смотрите, я стреляю по ребенку Украины. И что вы мне сделаете? Вот это нужно понять. Это вторая и третья составляющая. Нам необходимо будет, вот сейчас война, активная фаза. Мы должны сосредоточиться, и мы сосредоточены на собственной войне, на освобождении своей территории. Но как только война закончится, нам нужно не испытывать эйфории, потому что предстоит большой послевоенный объем работы, в том числе с глобальными площадками. Нужно будет крайне жестко ставить вопрос, ребята, может вы остановитесь в своем желании получать деньги независимо от природы и их происхождения. если страна геноцидного типа, если страна убивает и своих граждан, и граждан, особенно чужих, граждан в других странах, то, наверное, деньги эти и есть деньги убийцы. Наверное, нужно по-другому подходить к тому, как эти федерации существуют, в том числе и Международный Олимпийский комитет. Я уже не говорю про такие площадки, как ООН, не говорю про такие площадки, как МАГАТЭ, ОБСЕ, Красные Кресты и так далее, но и спортивные федерации должны будут быть подвергнуты серьезному аудиту их отношения к тем или иным политическим процессам. Нельзя поощрять, например, Иран, нельзя звать спортсмеров из Ирана, когда в этот момент десятки людей убивают на улицах Тегерана. И в то же время десятки тысяч там протестуют против нарушения фундаментальных прав человека, права на жизнь прежде всего. Точно так же нельзя делать вид, что Россия это вполне нормальная страна, и мы тут смотрим за рекордами, которые будет ставить тот или иной российский спортсмен. И уж точно нельзя аплодировать какому-то субъекту, например, по фамилии Овечкин, который должен обязательно в Национальной хоккейной лиге занять первое место по количеству уголов, обогнав Уэйна Грецкий. Это выглядит очень странно. Это пропаганда войны, умышленная пропаганда массовых убийств мирного населения. Вот что такое толерантное отношение к российскому спорту, к российским и белорусским спортсменам. Вот придворный шут Петросян в эфире «Голубого огонька» сказал, что Россия это несущая конструкция мира и нужно поаккуратнее с ней, а то, мол, все завалится. Что бы вы могли ему ответить? Россия это страна мертвых, это страна изгой, страна, которая тянет мир, современный мир, высокотехнологичный мир обратно в пропасть. Россия это страна, провоцирующая конфликты, и это точно не каркас, это, скорее всего, зловонная яма, я прошу прощения за такие образы, в которой, к сожалению, по недосмотру или по коррупции, по коррумпированности затягивают некоторые глобальные движения или глобальные политики. Россия должна быть отторгнута от современной цивилизации. Россия в таком виде не должна существовать однозначно. Как только Россия перестанет существовать в таком политическом исполнении, и на ее месте будет какая-то другая страна, ну имеется в виду Россия, но с другими амбициями. Не с амбициями страны, которая может куда-то прийти, кого-то убивать, а с амбициями страны, такой, какой она заслуживает быть. А это отсталая, не технологическая страна третьего мира. Вот пусть она живет своими проблемами и пытается построить дорогу в каком-нибудь цитовкаре, понимаете? Это было бы важно для мира осознать это. Ну и, конечно же, вот в таком виде Россия сможет существовать, а в таком, как сегодня, это чрезвычайная опасность мира. Она поощряет терроризм, она поощряет и даже спонсирует политические убийства, о чем я говорил, терроризм в разных частях мира, страны с нестабильными политическими режимами, авторитарные страны и так далее. То есть Россия является очагом, который как раз таки, вот как, знаете, у нас был ковид, вот он и сейчас продолжается, но гораздо больше опасностью является инфекция, которая распространяет Россия самим фактом своего существования. Это инфекция массовых убийств, массового геноцида и массовых преступлений. То есть, понимаете, нам от этой инфекции нужно избавиться, она не должна в таком виде существовать. Ну и последнее, что тут можно сказать, я, честно говоря, думал, что субъект по фамилии Петросян, это, конечно, является идеальным олицетворением современного интеллекта России. Это очень круто, что Россию репрезентуют именно Петросяну. Это дивно звучит, конечно, но тем не менее, мне кажется, хочешь понять Россию, посмотри на Петросяну. Ну и посмотри на карту этой страны, где в самом центре находится кладбище. Это то, о чем вы, в принципе, сейчас и сказали. Ведь центр страны, Красная площадь, это кладбище с непохороненным трупом, это, не знаю, Кремлевская стена, где тоже похоронены люди. Это большое кладбище в центре страны. Это тоже, наверное, как-то влияет на то, что они делают. Я бы не хотел, конечно, в мистику заходить. Ну не в мистику, но это так и есть. Очень интересный, знаете, очень интересный пример, если вот так вот очень кратко сказать, то, конечно, когда люди поклоняются трупом, то они хотят трупами сделать весь окружающий мир. И поэтому, безусловно, это определяет их, скажем так, извращенное мышление прийти, убить, зарезать, изнасиловать. Ну, то есть мы опять по кругу вернулись к главному. Это и есть сущность российского мира. То есть вы возьмите, в литературе же главный образ какой? Человек рефлексирующий, человек, который чувствует себя всеми брошенным, обиженным, но который потом идет, берет топор и рубит эту бабушку-проценщицу. У них вся литература построена на депрессировании и оправдании убийства кого-то ради интеллигентской рефлексии того или иного человека. Очень интересная концепция. А тут еще и трупы у них в центре, конечно же, столицы. Это говорит о многом. Согласен. Михаил, спасибо большое за очень интересный разговор. Михаил Подоляк, советник главы офиса президента Украины, был в нашем эфире. Всегда ждем вас у нас в гостях. Спасибо. Спасибо.